всем привет вы на канале урал спецтранс пытали мы ее пытали 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 наконец-то допытали я про вакуумку а вообще про насос да там ну насос естественно не бушный новый мы про него отдельно расскажем начнем с вообще с обзора немножко необычный автомобиль на шасси это павел у нас кстати кто не знает 99 процентов фотографий которые находятся на нашем сайте делает павел то есть это фактически штатный фотограф компании он спит с фотоаппаратом то есть он никуда с ним не расстается это человек безотказный всегда выручит всегда поможет спасибо павел и сегодня кстати он согласился нам помочь показать деду машинку машина интересная машина окне с то есть если по последней буквы аббревиатуры нет вообще никаких вопросов то есть она сама свального типа то по первой букве то есть трактуют все по разному как и только называют и агрегат и автомобиль и автотестерна для сбора конденсата нефти по сути дела общепринято последнее время ее называть все-таки агрегатом агрегат для сбора конденсата нефтяных каких-либо разливов отходов но фактически этот автомобиль предназначен для сбора разливов на месторождениях шасси у нас трехосная автомобиль урал 55 57 очень интересно что 55 57 автомобиль урал получил голову эту по моему 83 году то есть почти 40 лет назад то есть это был автомобиль сельскохозяйственного назначения самосвальной платформы с трехсторонней разгрузкой с наставными бортами сейчас вот почему-то кабина пи на нем тоже кстати историческая кабина эта кабина появилась на автомобильном заводе урал девяносто первым девяносто втором году привезли эти три кабины тогда еще мы молодые специалисты из гк спускались смотреть макетном зале стоял три кабин одна кабина была в железе одна кабина была в двухспально полностью оборудован двуспальном варианте и без спальника очень интересно потом одну кабину раздербанили расточили все пока б все это померили перерисовали и вот родилась на наш вариант кабины до там где был формованный потолок у нас появилась пенополиуретан дырочку так далее картон очки но не суть сегодня не об этом здесь у нас насосная установка с насосом тоже остановимся отдельно здесь у нас емкость объемом 10 кубов самосвальная с открывающимся днищем с дополнительными лестницами заслонки днища гидрозамки пеналы для укладки рукава гидробак из интересного что здесь и система шумоподавления то есть руководстве дословный перевод шумоглушители то есть как на впуск воздуха так и на выпуск гидробак видимся что здесь две у нас подающие линии они линии низкого давления почему их две значит на автомобиле установлены две коробки отбора мощности одна коробка установлена на раздаточной ну так так называемый дом дополнительный отбор мощности от дополнительного отбора мощности установленного на раздаточной коробке питается вся вакуумная система то есть тот насос мощный и все что к нему прилагается вторая коробка отбора мощности установлена на коробке переключения передач от этой коробки у нас питается самосвальная установка то То есть цилиндр гидроподъема плюс гидравлические замки. Цистерна для перевозки, так скажем, группы опасных грузов, то есть в том числе и нефти, значит она должна отвечать всем требованиям ДОПОК. То есть она этим требованиям и отвечает. То есть у нее есть все элементы необходимые для этого. Это пеналы. Сам насос, который у нас закачивает, тоже выполнил в взрывобезопасном исполнении. У нас есть катушки заземления. У нас есть набор ДОПОК. Там соответствующие ящички. Кошмар, с той стороны песок. И все необходимые атрибуты внешние. То есть выключатели массы. Вот он есть в соответствии с этим исполнением. Проблесковые маячки. Значит вот здесь вот весь узел управления. В кабинку мы отдельно потом заберемся, посмотрим. Там куча кнопок. Значит включение насоса, цистерна, днище, затвор. Ну вот это понимаем, да? Подъем, цистерна и опускание, цистерна, днище. Вот эта рукоятка и затвор. Это запирание самого донышка. Тоже на гидравлических запорах. Это новшество. Насос ПВТ-200. Фирмы Джуроб ставим мы два. Два типа насосов. Это ПНР-124 и ПВТ-200. Эти насосы, хоть и оба вакуумные, имеют очень серьезные конструктивные отличия. Первый насос ПНР-124. Лепестковую конструкцию. То есть он должен работать постоянно в масляном тумане. Масло разбрызгивается, то есть он потребляет большое количество масла. Это масло позволяет смазывать стенки. Он центробежного типа. То есть в зависимости от того, как быстро вращается ротор, у ротора вставляются пластиночки. Эти пластинки под действием центробежной силы расходятся, прижимаются к корпусу. За счет этого захватывают воздух и проталкивают его дальше в магистраль. То есть они могут откачивать так же и так и подавать воздух. То есть это достаточно серьезно работает. Ну, нужно понимать, мы все прекрасно, да, что чем быстрее вращается ротор, чем сильнее пластины прижимаются к корпусу внутри насоса, тем серьезнее они изнашиваются и тем быстрее он нагревается. ПНР-124 обычно может работать не более получаса. После этого он очень сильно нагревается и происходит автоматическое отключение. Загорается индикатор, лампочка. То есть он в холостую мотает. Фактически снимает всю нагрузку себя. То есть это насос. Естественно, его нужно обязательно выключать. Его нужно, чтобы он остыл, достиг определенных температур, и потом использовать его повторно. Ну и там бесконечно долго, пока он не сломается. Тот насос требует очень серьезного обслуживания. То есть то масло в бачках постоянно проверять, чтобы оно было, чтобы оно присутствовало, соответствовать должна вязкости определенной и так далее. Этот насос объемного типа, трехлопастной. Он не имеет внутри трущихся поверхностей. То есть там фактически две крыльчатки мощных таких. Вот если американские фильмы вспомнить, вот старые и древние, когда из капота там вот трак мощный несется по пустыне, у него из капота торчит нагнетатель, там все это пышет огнем. Вот это примерно тот же принцип. То есть здесь два вала вращаются, две шестерни треугольных вращаются друг навстречу друга. По бокам засасывается, захватывается воздух и в дальнейшем проталкивается в систему. То есть если нужно нагнетание. Ну условно очень. Это объемная такая штука. Значит чем она хороша? Здесь нет внутренних трущихся частей. То есть зазоры минимальные. Почему это вот, почему он достаточно дорогостоящий насос? За счет того, что шестерни фазные фактически здесь вот выполнены в фазном исполнении. То есть они позволяют вращаться двум крыльчаткам одновременно и не соприкасаться друг с другом. Точность обработки шестерен очень высокая. Должна быть необходима. То есть она позволяет снизить как радиальные нагрузки существенно, так и аксиальные нагрузки, то есть осевые нагрузки. Вот это все убирается. То есть точность исполнения данного насоса с точки зрения технологии очень высокая. Но в связи с тем, что у данного насоса нет трущихся поверхностей внутри, то есть все работает на подшипниках и на шестереночках. В шестереночке естественно, что передний редуктор, что задний, они заливаются в них масло, моторное масло, синтетика, то есть которое позволяет выдерживать достаточно высокие температуры. Он тоже очень сильно нагревается, но он нагревается не из-за того, что соприкасается металл с металлом, трется металл, а из-за того, что сжимается очень эффективно воздух. Те же шестеренчатые редукторы, которые там стоят, они имеют повышающее значение. То есть здесь вот у нас на выходе из гидромотора скорость вращения, то есть если мы включаем, допустим, четвертую передачу, порядка 600-700 оборотов, здесь на валу у нас выходит 1400 оборотов в минуту. На валу же сами крыльчатки вращаются со скоростью 4500 оборотов на максимальных значениях. То есть там фактически редуктор не только уравновешивает эти два вала, но он еще и является повышающим. То есть за счет таких больших скоростей вращения, очень эффективного сжатия воздуха, этот насос также нагревается. Но он уже может нагреваться до температуры порядка, если по энергии, то порядка 130 градусов, этот может нагреваться на разницу температур входа и выхода порядка от 130 до 160 градусов. Вы работаете он долго? Он работает очень долго. То есть, да, прелесть, основная прелесть. Вот правильно фактически резюмирую. Я тут распинусь, рассказываю. Фактически очень важный. Он позволяет работать, заполнить всю емкость практически без всяких остановок, собирать конденсат там в одном месте, в другом месте. То есть для него это не критично. Это очень важно. Это ижекционное охлаждение. Ну вот это вот кочерга, то есть она сообщает две крыльчатки. Просто он начинает, если перегревается, он перепускает какую-то часть воздуха, которая закачивается. И за счет этого воздуха он позволяет снизить, так скажем, глубину вакуума, снизить нагрузку и охлаждаться. То есть это все выполняется в автоматическом режиме. Данный насос оснащен собственным влагоотделителем. Та вот коробочка сверху фактически заменяет четырехходовой кран. То есть позволяет переключать насос, грубо говоря, на накачку. Он, естественно, вращается все время в одном направлении. Но благодаря вот этому крану он позволяет или создавать избыточное давление в емкости, для того, чтобы это выдавливать, или же вакуум. Величина вакуума с хорошим, так скажем, в рабочем, на рабочем ходу достаточно продолжительное время достигает значения 90%. Это очень высокое значение. Если ПНР может достигать значения порядка 95%, но очень непродолжительное время, очень непродолжительное время, по факту он работает на величинах, чтобы не перегреваться, в значениях порядка 80% вакуума, то этот насос работает на 90% стабильно и достаточно долго. Максимальные значения у этого насоса 92%. У нас здесь целых три, вот, один, два и три. Это клапаны ограничений максимального давления. Клапаны ограничений максимального давления настроены на величину избыточного давления в емкости порядка на 0,3 до 0,5 атмосфер. Этого достаточно, чтобы вытолкнуть всю жижу, которую они туда закачали. И вот этот клапан, который у нас здесь присутствует, с зеленой крышечкой, это как раз клапан ограничивает величину вакуума 90%. То есть, чтобы бочка не схлопнулась, хоть она и выполнена из пятерки, она выполнена с очень мощными усилителями, для того, чтобы она не схлопнулась, есть, закладываются максимальные какие-то значения. Вот это максимальное значение, это регулировано на величину вакуума 90%. Насос не дешевый. Хоть у него есть собственные системы защиты, хоть и есть эти, то есть от перегрева. Еще дополнительно стоит у нас система, вот большой типа влагоотделителя. Туда может попадать не только влага, туда может попадать и грязь, и все что угодно. Фактически системы два. Одна система встроена в люк, то есть это, кто эксплуатирует эти машины, знает. Это шар, выполненный из нержавейки. То есть, при максимальном заполнении емкости, чтобы не попала вот эта жижа в насос, этот шар запирает фактически изнутри емкости. Весить он должен порядка, если его наполнить водой, это где-то 1700 грамм он должен весить, около 2 килограмм. А диаметр его 150 миллиметров. Помимо того, что там есть крышка, там есть еще дополнительный лючок. Через этот дополнительный лючок можно фактически выполнять наполнение емкости, перевезти техническую воду, то есть с верхним наливом просто отвернуть лючок, налить туда воду, увезти куда-то, и там ее вылить. И второй такой же клапан стоит, это у нас вот здесь. Вот этот большой резервуар со смотровым окошечком. Здесь стоит, в общем-то, второй рубеж обороны этого насоса. Переключатель режимов слива, слива избыточного давления и вакуума установлен. Вот он пневматический, он серенькая коробочка такая, управляется из кабины. Еще здесь есть два манометра. Два манометра вот как раз позволили нам на испытаниях выявить какие-то вот несоответствия. То есть на величине разницы манометров, то есть это и манометр, это и вакуумометр. То есть он может измерять как отрицательные значения, вот до минус один, видно, да, в нижней части, и так и положительные значения. То есть сравнивая значения на этом манометре и на верхнем, можно понимать о степени засорения воздушного фильтра, который там присутствует. Ну вообще фильтра влагоотделителя. То есть сейчас все достаточно примитивно. Завели двигатель, обороты, сколько, Павел, обороты у нас там? Порядка 700 оборотов в минуту. Сейчас начинаем. Сначала запор. Вот пойдемте. Вот здесь самое интересное сейчас. Значит, одно из новшеств на этой бочке, это гидравлические запоры. То есть раньше, если мы крутили руками что-то здесь, то теперь гидравлика. Павел, можно затворы. Сейчас они отстрелятся. Вот отлично произошло. Теперь мы открываем днище. Обратите внимание, здесь две заслонки, два налива. Значит, этот налив нижний, этот налив верхний. Они отличаются чем? Что вот эта часть идет прямо из днища цистерны. Вот эта часть мы сейчас увидим. Заслоночки итальянские, кстати, тоже очень хорошего качества, четырехдюймовые. Отлично работает. Вообще никаких вопросов. Ставим их уже не первый год. Фонарь освещения из опции и смотровое окно. Так, все достаточно, Павел. То есть, что мы здесь видим? Вот этот вот заборный патрубок, он так и называется для тяжелых фракций. То есть, когда сюда закачивается жижа с песком, с грязью, сброс происходит не в зоне, так скажем, забора, а чуть-чуть подальше. Это позволяет проталкивать туда дальше и заполнить всю емкость. В емкость выполнен волнорез один. Он не только как волнорез работает, он же работает как усилитель. На задней крышке, тоже обратите внимание, она вся усилена двумя профилями, уобразной формы. То есть, не двумя, а четырьмя. Как вертикальные, так и в горизонтальных плоскостях. Уплотнитель по всему периметру, естественно, который позволяет удерживать его. Два направляющих конуса, слева и с правой стороны, два гидроцилиндра. Выполнена она. Вот здесь две оси качания по самосвальному типу. Поднимаем. Происходит фактически у нас слив, высыпание, то есть, есть лоточек. Достаточно. То есть, происходит сход всего, что там накопилось. Естественно, мы понимаем, что если есть необходимость, то человек может туда забраться внутрь. Естественно, когда он в горизонтальном положении. Да, что-то быть. Емкость эта должна обрабатываться и пропариваться примерно два раза в год. Естественно, любое самосвальное изделие, которое есть, кузов, неважно какой, для перевозки сыпучих грузов, обязательно имеют упоры. Вот они есть. Вот с одной стороны упор. А, вот эти. Да, честно говоря, не совсем их удобно поднимать. Ну, как-то добираться надо. Как их поднимать? Нет. То есть, это достаточно опасно. То есть, подъемка. И есть площадки, в которые эти упоры упираются. Вот. По факту. Так. Ну, здесь сама вся гидросистема. Ну, в общем-то. Павел, ну, это не самая хорошая идея. Ну, вот. Ну, то есть, они выверены. Да. То есть, есть болт, который регулировочный, регулирует угол наклона этого упора. И они отрегулированы так, чтобы вот эта площадочка у нас входила в этот болт. Павел, давайте так ее ставим пока. Опустим. Отлично. Вообще, из особенностей именно этой надстройки, именно на этом шасси. Шасси у нас полноприводное, да? Шасси полноприводное, высокой проходимости. У шасси есть такое понятие, как артикуляция. У полноприводных машин джиперы это знают. И величина артикуляции это величина хода подвески. То есть, за счет чего высока проходимость всех этих автомобилей? За счет того, что соприкосновение шин с дорожным покрытием, то есть, с землей, с дорогой, должно быть обеспечено. Для этого обеспечиваются здесь неразрезные естественные усты. джиперы об этом все хорошо знают. То есть, неразрезные мосты это большой ход подвески балансирной. Плюс ко всему к этому, к чему веду, это кручение рамы. То есть, рама у нас должна существенно крутиться. Для того, чтобы этот автомобиль не неволить, то есть, смотрите, какой высотный надрамник стоит. Надрамник здесь выполнен у образного профиля. То есть, обычно мы делаем профиль коробчатого сечения. Здесь, если видно, то есть, так скажем, местами он имеет просто открытый. То есть, этот надрамник выполнен специально для того, чтобы не ограничивать ход рамы при движении по сложным участкам. То есть, для того, чтобы не снижать проходимость автомобиля, то есть, конструкторы, о чем подумали в этот раз, чтобы вот все это крутилось, все, чтобы шевелилось, и этому уделялось особое внимание. Еще из новшеств именно на этом автомобиле, значит, пеналы, если вот отсюда... Да, есть пеналы, вот как слева. Обычно их закрывают уже вот в этой части. И для того, чтобы убрать рукав, ну, то есть, вот его поднять и убрать, то есть, нужно обязательно было вот сюда вот его вставлять и направлять. теперь достаточно его просто бросить. То есть, он будет уложен, он будет лежать, удобно. То есть, если клиенту это не понравится, вот этот вот лоток, вот, я с ящиком, с кашмой, он может просто передвинуть. Вот есть еще отверстия специально выполнены. Он может его просто сдвинуть и использовать его в таком режиме. То есть, здесь уже такие задумки интересные. Раньше вся линия вакуумной магистрали шла к оси-качане, вот туда. Потом она здесь выполнялся изгиб, здесь было колено, оно шло туда и шло к горловине. То есть, магистраль была в две длины бочки. Сейчас выполнено все очень просто, достаточно многие так делают. То есть, этот конус усаживается вот на эту сферу. За счет этой сферы, этого конуса происходит уплотнение, и выполняются все функции. Практически вот это все захвачено. Значит, дом. Это дополнительный отбор мощности. Это та кнопка, которая включает отбор мощности на раздаточной коробке. То есть, та, что отвечает у нас за вакуумную установку. Вот это вот написано ком. Это ком, который отвечает за самосвальную установку. Это перегрев. Это лампа перегрева вакуумного насоса. это заполнено. Там сверху еще стоит датчик максимального заполнения, который показывает, что емкость максимально заполнена. Как-то я уже привык к иномаркам вообще, честно говоря. и уже отвык от уралов. Рундучок есть. Ну, что тут? Ну, без изысков тут. Плафончики еще. Светодиодные лампочки. Шторочка есть. Ну, минимальный объем, так скажем, без чего. Даже спальное место есть, условное. Но это не спальное, не полноценное спальное место, не полноценная полка. это все-таки она полка, конечно, но она откидная. Ну, при желании, честно говоря, и это богатство. По сравнению с кабиной 375 Урала это шикардо сполный. Так, что здесь еще есть? Ну, автономного подогрева. Так, комиксы завязали, счетчик моточасов, тоже, видимо, наша. Здесь же скомпонованный эроглонас, клавиша, кнопка, она присутствует, аварийная сигнализация, система подкачки. Вакуумная задвижка, давление, то есть, вот после того, как мы включили дополнительный отбор мощности, мы подаем питание на установку. То есть, задвижка, давление, все здесь присутствует. Ну, отопитель, движки, вот, это отопление, система отопления, это выключатель массы, выполнен в АДРовском исполнении, то есть, если на иномарочках у нас обычно там клавиши и движочек, да, красивый симпичок, здесь тоже прикольная кнопка, тут даже не стыдно за такую кнопку. Вернее, кнопка-то, она и осталась прежней. Колпачок, колпачок, вот, приделали, то есть, фактически, колпачок играет роль подкладочки под нашу стандартную кнопку, та, что применялась выключательно. На этой машине в командировке не ездить, на этой машине работать где-то недалеко, вот, она должна выехать. как правило, такие автомобили работают в аварийных режимах, то есть, произошла какая-то поломка, разлив нефти произошел, да, вот, есть такие элементы, опция, стеклоподъемник, срочный привод. Произошел где-то порыв магистрали, разлив нефти, это очень большие штрафы существенные, чтобы такого, ну, то есть, избежать каким-то, то есть, это автомобиль для ремонтных работ, достаточно универсальный, будем надеяться, что он будет клиента радовать и, так скажем, не огорчать, то есть, с точки зрения производительности, потому что насос стоит богатый, вообще оборудование все итальянское, то есть, и насос, система шумоподавления, гидроцилиндроподъема, то есть, не должно подводить. Если, единственный момент, как-то мне попалось руководство, дословный перевод китайского руководства для управления погрузчиком, но не суть, не о погрузчике, а вообще о подходе, написано, то есть, для того, чтобы загнать, использовать данный погрузчик, оператор должен обладать соответствующими умственными способностями. Я ни в коем случае не хочу сказать, что кто-то не обладает, но на данном автомобиле должен работать высококвалифицированный специалист, чтобы не сжечь это оборудование, чтобы его не испортить, чтобы понимать вообще принцип работы данного оборудования, тогда эта машинка будет служить достаточно долго. Машину мы в прямом смысле пытали, она прошла полный цикл заводских испытаний, то есть, она закачивалась с таймером времени 6 минут на заливку, если не ошибаюсь, на слив, но, естественно, мы испытывали это в своих условиях, на своей проливочной станции, то есть, грязь в нее никто не закачивал, все-таки как-то новые изделия, не хотелось бы как-то, вот, но по факту, по факту, все работает, все функционирует. Опускаем, опускаем, да, Павел, отдельное спасибо еще раз. Сейчас убираем упор, опускаем емкость, иначе, Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok